что-то пошло не так в конце прошлого прошлого видео поэтому перезапишу этот кусочек когда вы запустите установите дизайнер лаунчер тут моем случае уже как бы есть но если вдруг вы не у вас не показывает ваш сервер вы можете нажать давай дизайнер и вручную добавить гейтвей сервер в данном случае вам надо указать полный путь это тот же самый что в браузере и он автоматически его подхватит добавляем и создаем проект тут вводим тот же логин который мы установили когда устанавливали и гнишим так как у нас сейчас нет проектов запускаем первый сделаем новый проект и и назовем его home test укажем нашу базу данных и нажмем создать проект так пока так как пока у нас нет никаких девайсов то все наши так браузер показывает теги для каждого девайса который мы добавим тут у нас есть м китете дистрибьютор это самом китете сервер и его состояние что он подключен и клиент у него один и гнишин и тут у нас как бы есть им китете энджин это клиент тут мы будем видеть все топики которые будут тут появляться по умолчанию он у нас подключен с подпиской на все доступные топики это мы можем посмотреть конфиге м китете энджин сеттингс и тут у нас есть как бы сервера и то есть вот мы к нему подключена то есть его на имя в системе чарет скада у нас не добавлены никакие сертификаты и прочее и тут мы тоже не подписаны никакие топики пока на умолчание тут нет топиков мы создадим подписку и мы выберем что все джейсон пан пейлоуд все топики которые будут содержать джейсон они будут у нас разделяться на фолдеры то есть это у нас подписка на все топики так почему-то не переименовалась все равно у нас нет никаких топиков пока поэтому нет никаких подключенных девайсов мы разберем этот интерфейс потом следующих пока мы можем сделать быстренькую страничку просто просто тестовую страничку которая будет показывать что из себя представляет зажав control мы можем увеличивать уменьшать то есть это наш контейнер в котором мы будем размещать можно разместить другие контейнеры можно поменять ему размер можно ограничить размер по ширине экрана можно сделать выбор какую именно страничку показывать в зависимости от размера экрана его девайса на котором открыли значит наш сайт это мы все рассмотрим потом позже сейчас мы просто тут вот справа все доступные нам инструменты и возьмем кнопку сделаем так побольше и у всех у всех значит инструментов у них есть меню событий то есть мы вызовем это меню событий для кнопки у нее есть тут список различных событий в данном случае мы выберем события по нажатию кнопки и добавим тут что должен будет запуститься скрипт скрипты пишутся на джетоне можно писать на питоне кому как нравится есть некоторые нюансы но они собственно не очень значительные и мы по нажатию кнопки сменим ей название то есть тут есть такая удобная отсылочка которая позволяет нам пролистать все установки для имеющихся на странице элементов наш контейнер у которого есть тут различные установки мы можем сделать его невидимым вместе со всем содержимым можем сделать кастомные какие-то переменные которые мы будем передавать там от одного элемента к другому или мы передадим в этот контейнер и все элементы будут его использовать чтобы можно было создавать паттерн для одинаковых девайсов тут значит наша кнопочка и у нее есть вот всякие переменные которые обозначают ее состояние в данном случае текстом мы возьмем этот текст и по нажатию моего поменяем надо поставить you до того как мы пишем пишем текст чтобы указать кодировку с кириллицей иногда в джету не случаются чудеса различные с кодировкой но не только с кириллицей в частности с кодировкой и мы применим эти изменения и сохраним проект теперь если мы зайдем на сайт на главной странице мы увидим кнопочку пролистать наши проекты и тут на будет наш проект домашний тест и мы его запустим новом окошке наша кнопочка нажмем надпись сменится то есть в дальнейшем мы можем сделать различные варианты странички для различных девайсов в зависимости от размера экрана мы можем значит сделать оберточку для этих веб-страничек чтобы у нас на скажем на мобильном телефоне это выглядело как обычное приложение также у игнишина есть свое приложение для айфонов и для андроидов в которую запустив которые можно добавить свой сервер и там он будет показывать все приложения доступны с этого сервера и можно будет как бы использовать эти приложения на мобильном девайсе при этом будут доступны всякие различные функции в частности там доступ к nfc лидеру доступ к камере еще почему-то это разберем потом на этом общем то пока все